А в том, чтобы впустить счастье в свою жизнь. Мы счастливы ровно настолько, насколько допускаем для себя возможность невероятной удачи. Нужно не заставлять себя быть счастливым, а позволить себе такую роскошь. Просто доверьтесь миру. Он лучше знает, как добраться до цели, и сам обо всем позаботится. Ведь вы же не беспокоитесь о том, каким образом обычному зеркалу удается так изумительно точно воспроизводить образ. Стоя перед ним, вы думаете лишь о том, что вам хотелось бы видеть в отражении. Вот и зеркало мира работает так же безупречно, только с задержкой. Но на тот случай, если вам не удастся проникнуться убежденностью, что на нее действительно можно положиться, имеется еще два зеркальных принципа. Возможно, действовать по инструкции для кого-то будет даже легче. Но прежде чем познакомиться с шестым и седьмым принципами, давайте вспомним пятый. Предположим, вы определили свою цель и приступили к систематической работе с целевым слайдом. Вы осведомлены, что результаты не могут прийти мгновенно. И все же разум начинает беспокойно ерзать. Время идет, а ничего не происходит. Или происходит совсем не то, что ожидалось. В такие минуты, когда сомнения вот-вот овладеют всеми мыслями, активизируйте свою осознанность. Ведь вы забыли правильно. А глянешься – окаменеешь. Внимание должно быть зафиксировано на конечной цели. Как будто она уже достигнута. Мир движется к вам навстречу до тех пор, пока вы сосредоточены на образе. Но стоит вам повернуться к отражению в зеркале, где творится бог-весть что, или вообще ничего. Как мир тут же останавливается. А вы опять возобновляете свой изумительный и бесплодный бег по зеркальному муку. Вам придется постоянно напоминать своему разуму о том, что зеркало работает с задержкой. Ему требуется определенная пауза для формирования отражения, то есть воплощения образа в действительности. Во время паузы нужно неуклонно стоять на своем, верить в успех в условиях, когда кажется, что все летит в тартар. Насколько хватит дерзости не поддаться к ныне, столько и получите. Вот это и есть настоящая магия, лишенная волшебных атрибутов, но обладающая реальной силой. Оглядываться на зеркало, то есть выражать свое отношение к происходящему, следует лишь с тем, чтобы подметить позитивные сдвиги и позволить себе испытать приятное древнее. Другими словами, ваши глаза должны быть широко открыты на все, что свидетельствует о движении мира в направлении к цели и наглухо закрыты на сопутствующие и неизбежные негативные проявления. И если хватает выдержки не отглядываться, то, как правило, результаты превосходят все ожидания. Вам не только дадут игрушку, но и на карусиле покатают, и на ручном таблистях. В самом общем смысле правила обращения с зеркалом можно сформулировать в следующей форме. Смотрясь в зеркало, нужно двигать не отражение, а сам образ, свое отношение и направленность мысли. Другими словами, двигать собой, а не пытаться ухватить отражение. Подобно тому, как это делает котенок, играющий со своим двойником, но не понимающий, что это он сам. В песне известного музыканта и философа Бориса Гребенщикова есть такие слова. Она может двигать собой в полный рост. Крутомавшись вокруг своей оси, вы наблюдаете, как мир начинает медленно и с запозданием поворачиваться вслед за вами. Вы не спешите хватать его, чтобы принудить вертеться. В этом разница между внутренним и внешним намерением. Внутренние намерения заставляют...